Он постоянно смотрел, то знал бы их. А пастырь, каков Господь, знает своих овец, потому и печется об них. И они опять знают его, потому что пользуются его надзором и по привычке узнают своего покровителя. Прежде он узнает нас, а потом уже мы его. И не иначе можно опознать Бога, как быв познанным от Него. 1 Коринфянам 13 глава 12 стих. Ты посчитаешь дальше, посмотри, как на шаг взгляд не отводит. Я думаю, что она так закостенело смотрит. А тут Гликерия лежит, спит. А это ее место, где она играет. И боится ей подойти, она тайная, непонятная. Непрерывно. Вот сколько я смотрю на нее утром, села, как загипнотизированная. Это пали. Вот ночью встал сегодня, гляжу там вдали книги, она за книгами мышей гоняет, видно. Второй раз смотрю, она там под столом, не спит. Ну я уже большая, она 5 месяцев. Видите, глаза-то как. И она глаза проглядит. Ибо он прежде усвоился нам плотью, став человеком. Потом уже мы усвоились ему, получив дар обожения. Дар обожения. Что это такое? Ну, став подобными. Бог сошел, говорит, на небо, чтобы с человека сделать Богом. Выражение какое? Желая показать, что неуверовавшие, не достойны быть познанными от Бога и не суть овца его, он сказал, я знаю моих, и мои знают меня. Как написано, познал Господь своих. 2 Тимофеев 2 глава 19 стих. Часто повторяет, я жизнь мою полагаю за овец для того, чтобы показать, что он не обманщик. Ибо выражения, я свет, я жизнь, для немысленных казались надменными. Но слова, я хочу умереть, не заключают никакого самохваления. А напротив, выражает великое попечение, так как он хочет предать себя за людей, которые бросали в него камнями. Есть у меня и другие овцы. Это говорит об язычниках. Они не того двора, который под законом. Ибо язычники не ограждаются законом. И тех надлежит мне привесть. Ибо и эти в растении, и те не имеют пастырей. И благоразумные, и способнейшие к вере из иудеев, были без пастырей. Следовательно, тем более язычники. Мне надлежит собрать и язычников, и иудеев. Слово «надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует. «И будет одно стадо, и один пастырь». Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника. Галатам 3 глава, 28 стих. И никакого различия. Ибо у всех один образ, одна печать крещения. Один пастырь. Слово Божие и Бог. Пусть устудятся манихеи, отвергающие ветхий завет. И услышат, что одно стадо и один пастырь. Ибо один и тот же Бог ветхого и нового завета. Священники, не надо читать ветхий завет. Не надо. Манихеи настоящие. Вот как. Вот этот вот бредоносный-то сегодня вышел на форуме-то. Зайти невозможно. А что делать? Вот не знаю. Спрашивать буду у людей советы. Это ночью. Не кормидует опера посещать эту страницу. Ну, ждать буду, потому что еще рано. Модератор с 5 в администрацию наших ресурсов позвонил. Тут написано, проигнорировать это предупреждение. Ну и как я проигнорирую, и кто я тогда буду? Почему эта страница заблокирована? Это сегодня наш форум. 1600 тем. Лет 7 работы. Конечно, обидно. Мы молимся, что Бог сохранил. Ну, как угодно Богу. Вот как утро интересно. Вот 4 нас человека, значит, и каждый все разделились. Я как-то слышал, барни был в Америке, говорит, столько там этих телевизоров. А тогда это так, ну, мало кто это имел-то. И они, говорит, дома семья, говорит, у каждого свой экран. Может быть, в одном телевизоре разные окошки были. А сейчас нам нужды нет никакой. В комнате холодновато. Значит, валенки все надели. Валенки специальные. Комнатные, они на улице нет. Ну, Паля ощущает комнату от мышей. Мать-то, видать, спит ночью. А днем тут. А то вот ее мать. Надежда Васильевна нам блины принесла. О, утро ранее. Ну-ка, откуда это стеллопан-то убери. Блины. Сегодня растительное масло разрешается. Да сегодня вообще все разрешается. Все разрешается. И рыба. Ну, а почему? Сегодня же 25-е. А пост через 2 дня. 3 дня. 6-й, 27-й будет. Это вчера, если тут яблочки. Тут у нас что лежит? Тыква сварилась, печеная в печке. Лук и чеснок. Вот оно все. Вот, Володя тут начинает сейчас. Так еще и молосная разрешается. Вот этой из деревни сливки принесенная. Ну, и творог. Ну-ка, вытащить надо. Это, наверное, растерельно принесла. Вода. Прикрыто, закрыто, чтобы не видно было. Девочку затопили, Володя. Там трубу закрывай, как следует. Когда это поставишь, сначала поставь. Поставь, не закрывай. Вот, поддувало закрыл. Открыл. Это все. Теперь туда, там, это можно приоткрыть. Да, не надо. Так она много тепла будет задерживать сейчас. Быстрее бы пришло. Половина плиты закрывает. Долго ли открыть? Вот так. Видите, как у нас здесь. Теперь поддувало открывает, а задвижку закрывает. Летний ход. Вот такое дело. Это печку я до половины делал, а дальше там неправильно. Труба на какой-то плите, ничего нельзя сделать. Совершенно неправильно была. Разбирать это. Вот, это у нас лежбище Романа. Тут он у нас, около печки. Так, ты видишь, читай, что написано, надпись-то. Володя, надпись-то, читай. Задобил печь, закрой плиту. О, потому что эта паля заскочила на плиту голыми лапами, так как мы ее лечили здесь. Она не знала еще. А теперь вот все закрываем. Вот, все закрыл. А здесь они не заскочат. Это она сверху, когда слазит. Вот везде все предупредили, теперь никак. Она отсюда, большая кошка однажды заскочила, у нас вторая есть. Ну, тут жесть, жестина. Пляга. Воду берем. А это вот я сажусь за стол вот здесь. А паля рядом всегда со мной. И я неправильно делаю, что ее подкармливаю. Ну, жалко так. Вот она сидит. А вот стол. Ну, газетами закрываем. Она, нет, нас нету, она сразу на стол. Почему? А мыши везде лазят. Ей нельзя, а мышам можно. Выходит, мы что? Мышей больше любим? Ну, поэтому закрывать надо. Вот она здесь пришла. Если нужно рыбу, я ее сейчас крикну только. Все, пошла она везде. Вот мешок с картошкой сейчас залезет туда. Ну, везде лазит. А мыши везде могут быть. У меня голуби наверху. Ну, и пшенисты много. И поэтому там мыши всегда, где голубятня, она же у меня не так плотно. Ну, и вот она. Паля самая ловливая. Все проверяет абсолютно. Господь, да, вот ей такое. А ты полностью не закрыл трубу, почему, Баладе? Пока не закрывается. Дым идет? Нет, не закрывается пока. Да ты что, не закрывается. Ну, Саша, сейчас она прогорит, до конца закроется. А-а-а. Вон как оно дело-то. Ну, все тогда. О, какие отзывы дает. А Кураевы спросила. Так, подожди-ка. Вот она. Володя, на минутку буквально почти. Возьми-ка у меня вот это. Я покажу, как я прикармливаю. Вот она залетела сюда. А я теперь вот здесь отрываю блина. Ей говорю, паля-паля, раз. Паля-паля, на. Вот она такая, вот она. Смотри. На, на. Ешь. Тут не надо холостолан, но не могу вытерпеть. Знаю, что неправильно делаю, а все равно... Знаешь, маленько есть. Ну, вот она есть. Теперь, что я делаю? Все время, чтобы она знала, как ее звать. Тут у меня, Володя, дает мне одну рыбку. Мойва. Ну, я кончик отрежу ей. И крикну, паля. Вот еще. Видя, она как я сейчас доедает. Вот. Она маленькая. Сейчас я крикну оттуда, посмотри. Ну, так как натворился, так и сиди. Съела? Нет. Нет еще? А может, она бросит ей всякрику? Паля? Паля? Вот она. Гляди скорее. Ой, уже здесь. Ой. Ой. Паля здесь у меня. Ученая кошка. Гляди. Зайди. Чего ты так неактивный? Вот она. Все проглотил. Запаху. Ну, маленько. Такое вот. Все. Но не обманывать. Если уж я крикну, то обязательно что-то надо дать. А теперь погладить. Дружба у нас большая. Во. Все пошло. Занятие какое. Ну, все. Можно выключить. Я буду сейчас события дня оформлять.